Всем привет, ребята! С вами я, Стив Про, и сегодня всех вас я приветствую на обзоре релиза Майнкрафта Java Edition. Если кто-то из вас не знал, то сегодня вышел релиз версии 1.13, и это событие я никак не мог пропустить, поэтому специально для вас сейчас записываю обзор новой версии Майнкрафта. И сегодня, ребята, мы с вами маленечко похатим компьютерную версию Майнкрафта. Ну как похатим? Сегодня мы рассмотрим как хорошие, так и плохие моменты этого обновления, но они здесь, конечно, присутствуют. И давайте начнем с самого начала. Я думаю, что уже никому не секрет, что в этой версии была добавлена новая именно обтесанная древесина, которая была не просто добавлена как в мобильной версии, она была добавлена еще и в обычные миры Майнкрафта. Ну как в обычные. Короче говоря, теперь эта древесина спавнится в нашем мире Майнкрафта. Вы, ребятки, даже не спрашивайте, что у меня за скин. Блин, я думаю, что не стоит даже задавать вопросы, потому что это не важно. Не знаю, зачем я обратил на него внимание. Ну, потому что многие станут спрашивать, что с твоим скином. Не важно, ребята. Короче говоря, вот эта древесина была добавлена. Не просто добавлена, а она еще была добавлена в нашей мире Майнкрафта. То есть теперь эту древесину вы сможете спокойно добыть. Ну, а если мы в ней спросите, вы, конечно, нет. Потому что толку особого от этой древесины, ребята, нет. Ну да, новый декор. Можно сделать какие-то красивые домики, сооружения. Но особого толку от этой древесины я, ребята, не вижу. Поэтому ее можно было и не добавлять. А вместо этих блоков можно было добавить что-то еще новенькое. Ну ладно, это, конечно, компания Моджинг. И судить их здесь как-то, конечно, не надо. Ну и еще, ребята, один довольно такой плюс этому обновлению. Это обновленный русский шрифт. Если вы не знали, то раньше русский шрифт был довольно тонким. Ну вот, просто сейчас откройте мобильную версию Майнкрафта, и вы увидите этот тонкий русский шрифт. Именно такой шрифт был и на компьютерной версии. Но спустя два года, ох, ребята, спустя два года, его наконец-то пофиксили. Вы просто посмотрите, как это красопетно. Все просто выглядит на... Ах, как круто, а. И это, ребята, без всяких модификаций. То есть, это, собственно говоря, сам Майнкрафт. Вы просто посмотрите. Все-все шрифты, которые раньше были тонкими, просто пофиксили. Ну, большое спасибо компании Моджинг за это исправление, ребята. И вы просто посмотрите, как круто все это теперь выглядит. Ну да, вы, конечно, можете обратно включить этот тонкий шрифт. Вот он, ребята. Ох, как он у него противный. Нет, лучше вот такой. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И однозначно это выглядит просто красопетно. Я думаю, что вот за это исправление, ребята, можно поставить лайк. Даже не так. Если вы хотите, чтобы вот такой шрифт добавили в мобильную версию Майнкрафта, то, ребятки, ставьте лайк. Не хотите? Ставьте дизлайк. И посмотрим, кто у нас не хочет такой шрифт. Ну, это, ребята, опять же, плюс новой версии Майнкрафта. Также сегодня я хотел бы обратить на двух мобов, которые здесь, в этой версии, маленечко отличаются от мобильной версии Майнкрафта. Давайте мы с вами посмотрим на черепашку. Черепашка, как бы, да, но, ребята, она все-таки более качественная, чем в нашей мобильной версии Майнкрафта. Также здесь она издает маленечко другие звуки. Хотя, может быть, мне так показалось, ребята, ну, не знаю. Черепахи здесь все равно какие-то, ну, маленечко, что ли, другие. И, я не знаю, что можно о них сказать. Черепахи, по-другому, как черепашки. Но все же они выглядят как-то немножечко получше. И еще, ребятки, вы сейчас спросите, почему ты находишься в плоском мире? У тебя слабый компьютер? Ну, как слабый и средний. Но вот почему-то при создании мира у меня просто крашится Майнкрафт. Это уже минус этой версии, ребята. То есть, в батках такого не было. Я мог спокойно там играть, даже без всяких лагов. Ну, а тут из-за этого вылета мне пришлось создавать вот этот плоский мир. И это, ребята, конечно, просто беда. Также я хотел бы здесь обратить внимание на Фантома. Давайте посмотрим на его поведение. Кстати, я забыл включить сложную сложность. Как это логично. И, ребята, здесь интеллект у Фантома, ну, примерно такой же. Он ничем не отличается. И, блин, вот между... Вот, вместо того, чтобы сейчас поплыть, точнее, нырнуть в воду, он просто кружит, спотыкает облоки. И, короче говоря, Фантом здесь ничем не отличается. Это не минус, это и не плюс. То есть, мобы, по идее, здесь такие же, как и на мобильной версии Майнкрафта. Просто сейчас найдутся люди, которые скажут, что, о, компьютерная версия лучше. Да, она лучше по графике. Но, опять же, не везде. Оптимизация здесь просто на нуле. Вы просто посмотрите, ребята, оптимизации здесь нет. Что здесь забыли вот эти слаймы? Нафига их так много? Я не понимаю. О чем думали разработчики, когда создавали плоский мир? Что здесь? Зачем столько слаймов? Для чего они вообще нужны? Я вот не понимаю. Кстати, маленькие черепашки создались. Я их и не заметил, потому что они скрылись за большими черепашками. Но однозначно, ребятки, это очень-очень круто. Что я хочу еще сказать о этой версии, ребята? Это то, что сюда перекочевали облака из мобильной версии Майнкрафта. Для чего это сделано, я не знаю. Сейчас вы скажете, что никаких таких облаков вы не видите. Но, ребятки, сейчас я включу дальность прорисовки. И вы сами все поймете. Так, сейчас все пролагается. И я вот не понимаю, для чего добавлять мобильные облака. В чем прикол? Я, может, вас не понимаю. Но это же выглядит просто очень убого. Ну, ребята, вы же со мной согласитесь. Вы просто посмотрите на эти убогие облака. Они мне и в мобильной версии не нравились. А теперь они еще и на компьютерной. Да еще вдобавок они зависят от дальности прорисовки. Так это вообще просто жесть. Это, ребята, конечно, минус этой версии. Хотя, опять же, кто-то со мной может не согласиться. Но это, ребятки, сугубо мое мнение. Поэтому вы можете со мной не согласиться. Я обратно возвращаю свои шесть чанков, которые не лагают. И, слава богу, что не лагают. Возвращаю свои круглые, точнее, квадратные мир Майнкрафта. И я думаю, что, ребятки, на этом можно закончить обзор. Потому что ничего новенького здесь нет. Да, ничего новенького в этом обновлении не было добавлено. То есть, ребята, все те же самые вещи, растения. Ну вот, однако-то могу обратить внимание на текстурку яйца. Где? Вот, вот, ребята, черепашье яйцо. Да, здесь яичко вылетки немножечко по-другому. Но именно текстурка. Но вот, а само яйцо, поставленное на блок, выглядит совершенно так же. И поэтому, ребята, здесь никаких других изменений, конечно, нет. То есть, все те же самые мобы... Ой, куда я залез? Куда я залез? Куда меня понесло? Те же самые, ребята, мобы и ничем они не отличаются. Те же самые рыбки. Да, может быть, у них немножечко получше детализация. Но, блин, это компьютерная версия, в которой нету просто оптимизации. Да и сейчас выйдет релиз Minecraft 1.6. И вы сами поймете, что... Мобильная версия намного лучше компьютерной. Не в плане графики, а в плане оптимизации. Ну, ребята, все-таки релиз вышел. И компании Mojang большое за это спасибо. Но вот что творится с обычным миром, почему он не создается, мне неизвестно. Я думаю, что этот баг не только у меня, а еще и у других игроков. Поэтому придется ждать фикса, который это все исправит. Ну, а на этом, ребятки, все. Всем пока-пока.